Скажу истории, которые происходили у моих знакомых уже с их младшими братьями и сестрами. В общем, был у меня один кореш в восьмом классе, у которого было целых две младшие сестры и один брат, как вы понимаете, тоже младший. И родители были настолько строгими, что в любых ситуациях заступались именно за них. И вот однажды его младший брат, который приходил со школы раньше моего кореша, давайте кореша назовем Серега, а его младшего брата Леша. Так вот, Леша пришел домой со школы на несколько часов раньше и решил посмотреть телевизор. И так получилось, что каким-то макаром, я из рассказа Сереги так и не понял каким, Леша этот телек сломал, да так что он вообще перестал включаться. А Серега, когда пришел домой, сразу этого не заметил, потому что телевизор он не смотрел. Но самый трэш был вечером. Их батя, который работал на заводе, максимально уставший приезжает домой с работы, заходит в комнату и хочет включить телевизор, но телевизор почему-то не включается. Он пытался несколько раз по телевизору треснуть, но было все безуспешно. Батя несколько минут постоял, почесал репу и подумал, да нахуй оно мне надо этот телевизор. Ведь у Гранд Мобайл вышло февральское обновление. Теперь есть интересные мини-игры на Гранд Арене, среди которых гонка вооружений со сменой оружия, как в CSGO, дерби для истинных суетологов, бой насмерть, персональные дуэли один на один и даже картинку мудрились добавить. Причем играть во все это совершенно спокойно вы можете со своими друзьями, вступив в одну комнату. У каждого игрока теперь появился свой персональный планшет, где вы можете общаться с другими игроками, управлять своими финансами, покупать дома на аукционе и много чего еще. Также для полного погружения в атмосферу автомобилям добавили поворотники, но я как истинный владелец BMW все равно этим пользоваться не буду. Ну а если тебе нужна новая кобылка, то в игре появился авторынок, где ты можешь максимально быстро и удобно обновить свою тачку. Ну и конечно самое интересное, это то, что ты можешь принимать участие в битвах семей. Воевать придется в основном за предприятия, ведь чем больше предприятий ты захватишь, тем выше будет рейтинг у твоей семьи, а значит бояться тебя будут больше. А также у тебя увеличится прибыль с этих предприятий. А победившая семья в конце каждой недели получает на баланс 100 тысяч игровых рублей. И в целом Гранд Мобайл это очень увлекательная игра, в которую ты с головой можешь окунуться в мир криминальной России. Опасные ОПГ, продажные менты, политики, крутые тачки и девочки. Все это тебя ждет в Гранд Мобайл. Я буду играть на новом четвертом сервере, мой ник Нео Маразм. А по моему промокоду Маразм ты получишь 30 тысяч игровой валюты, гелик и випку на 7 дней. Так чего же ты ждешь? Прыгай по ссылочке в описании и присоединяйся. Ну так вот, отец Сереги поздно вечером возвращается домой и видит, что телевизор у него попросту не включается. Хотя еще вчера он у него работал. Он подходит к самому Сереге и спрашивает, ты последний телек смотрел? Серега, разумеется, ему говорит, что он телек вообще не смотрит и даже к нему не подходил. Затем из комнаты выбегает его младший брат Леша, про которого я вам рассказывал, который собственно и был виновником торжества. И заявляет, внимание, что телек сломал именно Серега. То есть в наглую на него клевечет. Серега такой спрашивает, чего в смысле я сломал? А это мелкое отродье продолжает, ну ты сломал, я видел, ты возле телека ходил. Серега ему говорит, ты че охренел, что я там тебя сломал? Лешенька продолжает, ну ты телевизор сломал, ты последний к нему подходил. Серега такой говорит своему отцу, пап, так и так, Леша врет, я к телевизору близко не подходил, ты сам знаешь, что я его не смотрю. Отец решил во всем разобраться и спрашивает его, так, ну окей, даже если ты, допустим, не подходил. То откуда тогда Леша придумал, что ты его сломал? Он это че, типа просто из головы выдумал? Серега отвечает, я откуда знаю, откуда он это выдумал? Ну ты ж прекрасно знаешь, что я телек вообще никогда не смотрю. Я когда пришел со школы, я тут же сначала сделал уроки, потом играл в компьютер. Отец такой говорит, не, давайте разбираться. И зовет еще двоих сестер, про которых я вам рассказывал. Он их спрашивает, девочки, вы видели, кто телевизор сломал, кто к нему вообще подходил? И одна из сестер сдает этого самого Лешу. Она говорит отцу, что я видела, как Леша че-то пытался его включить, у него не получилось. Потом он че-то там игрался с розетками. И, как мы поняли, телевизор после этого вообще перестал включаться. Отец такой поворачивается к этому Леше и спрашивает. Так, ну теперь объясняй, почему ты тогда оклеветал своего старшего брата? И этот Леша тут же начал строить из себя мега актерище. Расплакался и начал визжать. Я ничего не ломал, это Сережа подходил, я видел. В итоге у этого Леши отобрали телефон и поставили его в угол. И что самое главное, отец еще и умудрился наругать Серегу, за то, что тот не уследил за своим младшим братом. А следующая история связана с моей школьной подругой Машей. Точнее, это даже не одна история, а в целом тяжелая жизненная ситуация. Дело в том, что ее родители, мягко так сказать, не от большого ума. И проживая в двухкомнатной квартире с бабушкой, причем как бы двухкомнатные квартиры могут быть разными, бывают квартиры по 200 квадратов, но нет, там была обычная совковая квартира квадратов 50. Так вот, проживая в двухкомнатной квартире с бабушкой, решили родить четверых детей, мать твою. При том, что бабушка работала на полставки, а зарплата у мамаши и у бати была 60 тысяч на двоих. А воспитательную функцию они возложили, знаете, на кого? Правильно, на Машу, которая была старшей дочкой в семье. Ведь родители целый день на работе, поэтому за детьми должна ухаживать она. Действительно, у нее же нет там своей личной жизни, учебы, увлечений. И я бы на ее месте уже давно бы послал таких родителей в пешее экзотическое, потому что, извиняюсь, то, что вы не умеете контрацепцией пользоваться, это не означает, что другие за вас должны страдать. Сами нарожали, как говорится, сами воспитывайте. Но нет, Маша была очень ответственной в этом плане. И буквально каждый раз, когда мы с ней общались, она оплакалась мне о том, что ее младший брат, то бишь второй ребенок в семье, ведет себя как натуральная свинота. А именно, приходит домой и кидает школьную форму, не моет за собой посуду. Так как живут они в одной комнате, то он никогда не убирается. Весь компьютер, который у них был общий, он засрал вирусами, что он элементарно не может открыть ни одну программу, чтобы у нее там не вылезали Яндекс.Браузеры, спутники Мэйл.Ру и прочая нечисть. А самое страшное заключалось в том, что эта сыночка-корзиночка был любимым ребенком их родителей. И они постоянно не только за него заступались, но еще и всячески баловали. Например, бабушка взяла целый кредит для того, чтобы подарить этому оболтусу игровой компьютер. На тот момент он стоил что-то в районе 70 тысяч. А мамка постоянно покупала ему игры, новые телефоны, планшеты и так далее. При том, что учился этот супостат на одни тройки, если еще не на двойки. И тут просто с одного раза угадаете, кого мамка винила в его низкой успеваемости? Правильно, Машу, за то, что она, видите ли, с этим супостатом не занимается. То есть вы поняли, не родители должны проверять за ним домашнюю работу, а она. И вот в один прекрасный день, когда этот отпрыск сидел и играл в компьютер, Маша заходит в комнату и видит следующую картину. Этот, ну извиняюсь за выражение, человек жрет бутер с сосисками, приправленный майонезом и кетчупом. Все руки у него, разумеется, в жире, в майонезе. И этими руками он нажимает на клавиши на компьютере. Маша уже не выдерживает, подходит к нему и вырывает компьютер из розетки. Какой там начался крикну с ее слов? Да ты дура, да ты охренела, да я тебя. В общем, вы поняли. И как вы думаете, что случилось вечером, когда родители вернулись? Правильно, что мамка, что батя, что бабулька, видимо уже выжившие из ума находились в таком зверинце, начали все вместе поливать грязью Машу, что она срывается на своего брата, не может найти к нему подход и так далее. В общем, слушая все эти истории, я крайне не завидовал ее жизни. Поэтому, если вы, не дай бог, оказались в такой ситуации, когда родители с 47-й хромосомой, не умеющей пользоваться контрацепцией, живущие в совковой хрущевке, нарожали себе ораву детей, а их воспитание пытается спихнуть на вас, я вам могу дать только один совет. Не хотел такого говорить, но шлите нахуй таких родителей. Воспитание детей это прежде всего их обязанность, а только во вторую очередь твоя. Если у тебя действительно такие родители, то старайся как можно быстрее стать от них финансово независимым или независимой, и свалить нахрен из этого зверинца. Что ж, а на этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео. Субтитры сделал DimaTorzok